Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня, Хакпесахкаше, Весамех, Муадимля Симха. Прочитала в Медраше очень интересную вещь, но не могу, чтобы с вами не поделиться. Дело в том, что когда Всевышний сотворил небо и землю, то его желание было поделиться своим добром, сотворенным им миром. И поэтому человек, первый человек, Адам и Хава, они наслаждались божественным присутствием, которое было с ними. То есть они разговаривали с Богом, со Всевышним лицом к лицу. И присутствие Всевышнего на иврите называется слово «шхина», божественное присутствие. И когда Адам согрешил, то божественная шхина отдалилась от этого мира и поднялась на первое небо, на первые небеса, всего небес семь. Когда поколение Энош, Энош это те первые поколения после Адама, до потопа, они впервые пришли к умозаключению, что есть между Всевышним и человечеством, есть посредники, такие как звезды, луна, силы природы. И желая их уважить как божественных представителей, они им тоже начали оказывать всякие почести. И, соответственно, получилось так, что это тихо-тихо переросло в идолопоклонство. И, так вот, это начало идолопоклонства и поклонение кому-то, а не Всевышнему, прогоняет божественное присутствие, отдаляет его на вторые небеса. До потопное поколение, которое погрязло в разврате, в грабеже, в неуважении друг к другу, поднимает божественное присутствие на третьи небеса. После этого поколение рассеяние, поколение, которое строит Вавилонскую башню, друг к другу они относились прекрасно, но они бросили вызов Богу, строить Вавилонскую башню для того, чтобы полностью отделиться от его влияния. И это грех поколения рассеяния. Бог ломает, разрушает Вавилонскую башню, рассеивает этих людей. Они начинают говорить на 70 языках, не понимают друг друга, и тем самым образовывают 70 народов. Так вот, поколение рассеяния поднимает божественное присутствие на еще одно небо, на четвертое. После этого мы сталкиваемся с низостью фараона и обычаев Египта, когда жену Авраама, для того, чтобы Авраама не убили за красавицу жену, Авраам называется ее братом. Фараон, узнав потом, потому что он получил от Бога наказание, узнав, что Сара оказывается замужней женщиной, возвращает ее Аврааму и говорит, бегите из моей страны, потому что я не могу поручиться за вашу безопасность, потому что вы в моей стране не в безопасности. Это поднимает еще на одно небо, отдаляет от нас божественное присутствие. Это уже пятые небеса. Грехи Содома, Гамор и соседних городов отдаляют божественное присутствие от нашего мира на шестые небеса. И последние на седьмые небеса, шхина, отдаляются во времена, когда нам нужно было выходить из Египта. Низость, развращенность от поведения египтян, как раковые опухоли, расползается по всему миру. И для того, чтобы мы, спасти нас как народ, для того, чтобы мы не упали в 50-ю ступень нечистоты, духовной нечистоты, Всевышний нас выдирает из этой раковой опухоли, разрушает Египет. А шхина тем временем божественное присутствие поднимается на седьмые небеса. Максимальное отдаление Всевышнего от нашего мира. Но семь праведников возвращают божественное присутствие тихо-тихо на нашу землю. Первым праведником, который немножечко спустил божественное присутствие и приблизил к нашей земле, это был Авраам. С седьмого неба шхина опускается на шестое. Ицхак, сын Авраама, снимает, спускает, приближает с шестых небес на пятые. Ицхак, совершенный праведников, с пятого на четвертые небеса опускает сын Яакова Леви, с пятого на четвертое небо. Потом Кегат, сын Леви, спускает с четвертого на третье. У Леви, у Кеата рождается Амрам, который праведник поколения, уже в поколении, в то поколение, когда нам было очень трудно, тяжело. Мы были в Египте, это были не человеческие условия, это была катастрофа. Египетское еврейство, можно так сказать, Амрам остается праведником. И он снимает эту шхина со вторых небес. На первые небеса рождается Мушер Абрейну, сын Амрама. И когда он строит мешкан, когда он построил мешкан, святилище, шхина оставляет первые небеса и спускается на землю. Совершенно потрясающе, как наблюдать, как Всевышний регулирует свои отношения с нами через наше поведение. И вот тут, казалось бы, Мушер Абрейну вместе с народом построили мешкан. И кто, как не Мушер, должен зайти в этот мешкан и начать в нем службу. И вот тут мы сталкиваемся с невероятной скромностью Мушер Абрейну. Начало третьей книги, которая называется «Воекра». И позвал, и воззвал. И тут мы читаем, что Мушер Абрейну, Арабев, стоит вместе со всем народом, как один из всех. Он, тут не учитывается им, что он три раза был на горе Синай, что он со Всевышним общался лицом к лицу, что он два раза спустил народу скрижа Лизавета, что он практически проводник между Богом и между еврейским народом. Он стоит, как один из них, в общем ряду и не решается сделать шаг навстречу. И тогда Всевышний позвал Мушер и сказал, зайди в мешкан, зайди в святилище и начни там службу. И еще Медраш рассказывает, что когда за месяц до ухода из этого мира, Мушер Абрейну записывает письменную Тору со слов Всевышнего, и когда он дошел до этого местного Икра и позвал Всевышний Мушер, Мушер, как говорится, заортачился, возражал и сказал, я чувствую, что как будто я себя выпячиваю. Мушер был очень скромным человеком, и тогда Всевышний разрешил ему написать эту маленькую, эту букву Али в конце слова Ваикра, маленькую, чтобы показать скромность Мушер. Что такое скромность? Скромность – это обратная сторона от того, чтобы показать, вот он я, какой я, я. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда скромность считается чуть ли не пороком. Фраер, скромник. Сейчас лайк, за него очень много отдают, рейтинг, рекламы. Сейчас мы живем в такое время, которое абсолютная обратная сторона от такого понятия, как скромность. И нам нужно очень хорошо об этом задуматься, ведь Всевышний ненавидит гордыню. И когда я впервые услышала, что когда Всевышний творил мир, Всевышний творил мир 22 буквами еврейского алфавита, но когда были 7 дней творения, были использованы все буквы, кроме одной. Одной буквы не хватает в творении. Это буква Гимель. Гимель – третья буква алфавита, потому что с этой буквы начинается слово Гаава – гордыня. И мы с вами сейчас находимся в Песах. Песах – это когда мы гоняем хамец перед Песахом. Его не должно быть в нашем доме, его нельзя видеть. Он не должен быть видимым в нашем доме. И хамец, вот это вот раздувание, это то, к чему приравнивается гордыня. Ведь между мацой и хлебом у них одни и те же хомарим, одни и те же, одна и та же материя – мука и вода. Но в хамеце есть гордыня, воздух, раздувание. И поэтому именно в Песах так важно, чтобы мы вот это, то, что мы надуваемся, то, что мы о себе думаем, чтобы мы выметали это из себя, из своих домов, из своей души. Очень понравился рассказ один рав, рав Пуланский, по-моему, это рав Замир Коэн рассказывал. Где-то за две недели до Песах он обратился вечером на вечерних занятиях к своим ученикам и сказал, кто из вас добровольцем вызывается в несколько домов, ну, в дома, где есть маленькие дети, где нужно очень помочь. Женщина подготовится к Песаху. Несколько мужчин подняли руки. Рав им дал конверты с адресами. И когда они вышли за пределы Ешивы и открыли конверт, каково же было их удивление, когда они нашли конверт со своим собственным адресом. Мы готовы помогать другим в такой горячий период. Мы забываем, что, когда мы помогаем другим, мы при этом получаем какой-то молодец. Мы получаем рейтинг, мы получаем ту рекламу, мы получаем подпитку для нашего эго, для нашей гордыни. А оказывается, все то же самое сделай в собственном доме. Еще очень понравился рассказ, который рассказывал Рав Замеркоин. Пришел к одному Раву, в Ешиву. Один человек спросит, когда он может с ним посоветоваться. Рав спросил, по какому вопросу. И человек сказал, я хочу разводиться со своей женой. Рав говорит, а по какому поводу? И тогда человек говорит, дело в том, что я пришел с очень аккуратного дома. Я человек, который привык, что все лежит на своих местах. И я женился на женщине. Она хорошая, она милая, я ее люблю, у нас замечательные дети. Но ее балаганизм дошел до такой степени, что я чувствую, что я больше не могу продолжать с ней жить. Поэтому я хотела посоветоваться, стоит ли мне с ней развестись. Рав сказал, вы знаете, это очень серьезный вопрос. У меня еще через 30 минут я приду домой. Подождите меня, мы вместе с вами придем домой, и мы с вами обсудим эту проблему. Тем временем он позвал к себе молодого ученика, там 16-17 лет, что-то шепнуло ему на ухо. Ученик его побежал к нему домой. Он бежит к нему домой, подходит к Раваниту и говорит, Рав сказал, чтобы вы сделали из дома балаган такой, как после погрома. Раванит, ни слова, не говоря, недолго дома переворачивает весь дом. И когда Рав, спустя 30 минут, приходит с этим человеком домой, у него совершенно, скажем так, перехватывает дыхание. И когда увидит, какой балаган у Равы, ему даже неудобно со своей просьбой обращаться к Раву. И Рав его усаживает, Раванит подает ему чашку чая, сдвигает при этом со стола какие-то книги, какие-то вещи, какие-то тряпки, стирку. Человек, оглядываясь, говорит, вы знаете, я хотела посоветоваться, опять ему рассказывать, какая у него жена, какой балаган. И тогда Рав говорит, да, действительно, сегодня такое время. Моя жена очень занятая женщина. Раньше у нас были маленькие дети, сейчас внукам она помогает, у неё приём посетительницы. Конечно, да, вот сейчас такое время, что женщины, да, и почитать что-то хочется, и себе время уделить. Да, вот моя жена. Но если вы считаете, что у вас балаган до такой степени, что вы не можете продолжать жить со своей женой, человек оглядывается вокруг и говорит, да, у меня, конечно, балаган, но не до такой степени. Он говорит, вы знаете, Рав, я, пожалуй, не буду разводиться со своей женой, повернулся, покраснев и ушёл. Вы знаете, в этой истории поражает не только мудрость Рава, как он решил проблему, он поменял мысли этого человека, поменял их полностью на 180 градусов. Тут поражает реакция Рабани. Что такое для женщины перевернуть свой дом и превратить его как после погрома? Это сколько скромности должно быть урубанить, чтобы она полностью положилась на то, что ей передал мальчик. Брось, Бурава! Это как нужно полностью доверять своему мужу, как его нужно уважать. А это можно только при наличии скромности. Притом, скромность это тогда, когда ты даёшь место рядом с собой кому-то ещё. Когда ты не заходишь в комнату и занимаешь собой всё пространство, а тогда, когда ты даёшь возможность кому-то ещё рядом с собой высказать своё мнение, светить. Солнце светит так, что мы наслаждаемся ему светом. Луна светит так, что рядом с Луной есть возможность светить так же и звёздам. Глава Ваикра. Почитайте её. Подумайте, какое место мы занимаем в этом мире и даём ли мы рядом с собой место другим. А Муше величайший человек был самым скромным человеком в мире. Хак пэсэхка шэрвэсамэ. С вами была ваша бабушка Соня. И мне тоже нужно поучиться быть скромней.